Уже стало известно, что команда Казахстана заняла первое место в конкурсе мастера артиллерийского огня в рамках армейских международных игр. О том, что казахстанская команда уверенно шла к победе, подтверждает их успешное выступление в ходе одного из этапов – ночной спринт. Оба минометных расчета Казахстана пришли в ночных условиях к финишу первыми. Совсем немного времени на отдых было отведено минометным расчетом после индивидуальной гонки. В тот же день, точнее в ночь, первые минометные расчеты вышли на старт ночного спринта. В темноте на трибунах за них болели их товарищи из вторых минометных расчетов, которым предстоит начать состязание через сутки. И если на расстоянии вытянутой руки не видно даже товарища по команде, то вдалеке мишенное поле освещено очень даже неплохо. С момента прибытия команды на огневую позицию и до поражения цели осуществляется подсветка. Ее обеспечивают организаторы конкурса. Выполнение упражнений конкурса ночью существенно отличается от дневных условий. В темноте сложнее разглядеть цели для стрельбы, сложнее и двигаться по неосвещенной трассе. Но в ночном спринте конкурса мастера артиллерийского огня на помощь артиллеристам приходят приборы ночного видения, которые помогут разглядеть в темноте и цели, и трассу. С помощью этих приборов, которые устанавливаются на вооружение, командир минометного расчета и члены экипажа могут видеть свои цели. Будь то трасса, препятствие на пути тягача или мишени для стрельбы из миномета, гранатомета и автомата. Дома и темнота помогает. Казахстанская команда продолжила удерживать лидерство на этом этапе конкурса. В ночных условиях первый минометный расчет, так же как и днем, быстрее всех и без штрафных кругов преодолел четырехкилометровую трассу с препятствиями и огневыми позициями. Попадания по целям на огневых позициях у нас были сразу. Ребята в нашей команде молодцы. Каждая из них четко выполняет свою поставленную задачу. Второе место после казахстанцев заняла команда Азербайджана, так же успешно преодолевшая трассу в ночных условиях. Третий хороший показатель вышел у минометного расчета команды Российской Федерации. Но окончательные результаты ночного спринта будут известны только после заездов вторых минометных расчетов. Так же как и первые, днем они выполнят упражнения индивидуальной гонки, а с наступлением темноты приступят к состязаниям в ночном спринте. Дина Мухаринова, Максаджак Сыбек, Жумарт Тажиханов. Специально для 7.7 ТВ из Гвардейского гарнизона.